На полотнах можно увидеть привычные для нас пейзажи, но в необычном исполнении. Вдохновением для художников стали одни из самых живописных мест в Приднестровье. Башня ветров в Строинцах, сельские пейзажи Рашково, старинный мост в Каменке. Знаменитые виноградные террасы графа Вингенштейна изобразила на своем полотне молодая художница Олеся Иванова. Когда я ее писала, во-первых, был закат, было очень красивое освещение, были очень красивые кусты скумпии, которые своими багряной листвой все раскрашивали, все холмы раскрашивали в такие насыщенные оттенки. На этой выставке опытные деятели искусства делились своим творческим и жизненным опытом с молодыми и начинающими художниками. Высоко оценили работы приднестровских живописцев и их коллеги из-за рубежа. Конечно, это обогащение. Это и зритель узнает более детально о самом художнике, о том мире, в котором творит художник. И художник имеет возможность услышать мнение вживую о своих произведениях. По словам координатора проекта, в этом году большую поддержку художникам Приднестровья оказывает председатель правительства. Если раньше художественному объединению приходилось самим искать спонсоров, то сейчас, благодаря помощи власти, симпозиум удалось провести на высоком уровне. Для гостей провели экскурсии по Приднестровью. Многие из них с удивлением открыли для себя нашу маленькую республику. И первое самое впечатление, что очень много солнца, очень много белого света и фиолетовые дома. Вот как-то очень много красок, как будто из фильмов «Кустурица» очень много гусей, котят, собачек. И все такие радостные, и все тебя встречают. Организаторы надеются, что 8-й международный симпозиум «Камарт» станет плодотворным для всех художников. И в следующем году они снова удивят нас своими работами.